итак доброе утро доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее прекраснейшее утро которое очень нам дает возможности утра новых возможностей каких возможностей стать мудрее самое главное в жизни это мудрость это ум ум это самое главное если ты умный если ты знаешь как правильно поступать то что все будет идеально а есть люди которые вот глупы а есть умный но им не прет тоже бывает вот когда человек умный но ему не прет вот не складывается то есть тут два варианта или ему кажется что он умный что человеку там ему кажется что он умный а бывает что он правда умный ему не прет здесь известная история как ученики как-то приехали к нашли одного супер мега там человека который был специалист по игре в проферанс и они его нашли где-то в горах он жил там один отшельником и один прямо к нему добрался все остальные уже ушли этот никого не пускал один там прям месяц сидел и упрашивал чтобы он взял ученики этот вот мастер по игре проферанс в конце концов согласился и начал его обучать и он ему открыл все тайны игры в проферанс ему такие вещи научил его что тут просто говорит послушайте говорит а почему же вы не играете вы же вы же такой мастер вообще игры в проферанс почему вы не играете а он говорит мне карта не идет не прет я знаю как играть я знаю все тайны игры но карта не идет вот это в жизни очень важно знать и понимать бывает что ты умный но не идет бывает что не умный вот как узнать значит узнать это очень сложно поэтому нужно развивать ум и развивать то что называется везение а мы это называем поддержка небес свято дешмая то есть по в мире торы если прет это называется сиято дешмая поддержка небес когда человека небеса поддерживают ему прет и это тоже как установить с богом хорошее отношение совет очень простой делай волю бога как ты делаешь свою и он выполнит твою волю как его это первый совет который дает тора второй совет коль ши руаха бревет на хеймена каждый человек что люди им довольны руаха маком на хеймена значит и бог им доволен то есть когда люди хотят тебе помогать когда люди тебя любят это значит что бог тебе тоже дает удачу то есть вот нужно ориентироваться на два вот этих параметра и третий параметр третий который обеспечивает везение это он звучит так та мера которой человек меряет меряют ему с неба то есть если ты помогаешь если ты хочешь другим людям сделать добро помочь то есть ты как что посеешь то и пожнешь ты идешь одному помог второму помог этому улыбнулся второму улыбнулся этому неожиданно там с горкой насыпал этой девушки например и там сказал что-то хорошее эту бабушку через дорогу перевел то есть ты засеваешь добро потом бах тебе тут пошло там пошло здесь пошло так она работает хорошо значит мы изучаем тору 31 глава притчи царя соломона мишлей и мы сейчас изучаем спецификация женщин какой должна быть женщина какой должна быть доблестная жена значит как сказали нам мудрецы что когда царь соломон говорил о доблестной жене то он имел ввиду действительно какую надо выбирать жену то есть какие главные качества должны быть у доблестной жены дословно перевести если эшет хайл это женщина воин вот это как раз помните как к коня на коня на скаку остановит в горящую избу войдет да это спецификация женщины в какой-то русской народной сказки что женщина должна отвечать вот таким характеристикам да коня на скаку остановит в горящую избу войдет все есть спецификация мужчин например да что мужчина должен посадить дерево построить дом в этой вырастить сына если есть спецификация китайских мужчин китайский мужчина должен сделать магнитофон кроссовки и джинсы пример да хорошо значит спецификация доблестной жены мы сейчас и будем дальше про изучать и но есть мудрецы которые говорят что здесь речь идет не о доблестной жене здесь речь идет о торе то есть это то что то знание по которому человек живет та система мировоззрения и амэн да мир партнер меня благословил и я говорю амэн его благословение и благословляющий будет благословлен то же самое благословение это то что ты сеешь вот когда ты кого-то благословляешь это как семена такие оно ему хорошо и что посеешь то и пожнешь благословляющий будет благословлен проклинающий будет проклят это тоже работает в обратную сторону то тот других проклинает то естественно на него же это проклятие в первую очередь и ложится это мы уже изучали из притчи хорошо значит мы дошли до двенадцатого отрывка двенадцатый отрывок говорится про доблестную жену говорит царь саламон следующее что доблестная жена та жена которая называется именно вот такая классная повезет тому кто ее найдет дословно переводится двенадцатый отрывок так воздает ему добром и не злом все дни жизни ее значит кто женат тот конечно понимает что вас вообще жизнь это воздаяние жизнь это воздаяние значит человек получает следствие того что он делает то есть ты например 10 лет учишься в школе как следствие у тебя есть знания если ты плохо учился как следствие у тебя есть плохие знания ты хорошо относился к какому-то человеку как следствие он скорее всего будет хорошо относиться к тебе ну и так далее то вся жизнь это следствие того что было раньше теперь доблестная жена она воздает мужу добром то есть понятное дело если муж ей делает добро то это логично что она ему воздает добром это как бы понятно но доблестная жена она ему воздает добром и не злом добавляет царь саламон что это значит иногда муж поздно пришел бывает иногда он с друзьями где-то засиделся бывает иногда он но устал там отвлекся бывает иногда он что-то вообще ошибся сделал что-то плохое как есть известный анекдот когда один муж он послушал что надо там над женщиной властвовать и все такое и он жене приходит и говорит знаешь говорит кто я сегодня вечером иду с друзьями пиво пить в бар приду в два часа ночи и знаешь кто будет мне шнурти развязывать а жена такая пошла на кухню взяла такая скалку вот такой говорит знаю патолога она там так это как раз говорится не про доблестную жену доблестная жена вот по двенадцатому отрывку мишлей она ему воздает добром и не злом даже если он делает что-то неправильно она не злопамятная она не не мстит ему она не вспоминает 10 лет вот правильно моя мама говорила после того как ты на свадьбе напился что надо было сразу с тобой развестись доблестная жена на не злопамятная и она воздает мужу только добро только добро только все дни жизни своей она воздает ему только добро теперь если мы возьмем возьмем need to all уровень объяснения мишли то есть причины там есть глубина если это говорится не о женщине а если это говорится о мировоззрении тора то есть божественные заповеди то что мы сейчас изучаем это знание от бога как надо жить а теперь эти знания Понятное дело, что если человек учит Тору, то она ему воздает правильное мировоззрение, вот именно правильно выстроено, что можно делать, что нельзя, что правильно, что неправильно. Оно воздает человеку только добром и не злом. Как ты проверишь, что у тебя правильное мировоззрение? У тебя в жизни все хорошо. Если у тебя в жизни что-то не ладится, и ты говоришь, да нет, я красавчик, это неправда. То есть то, что мы получаем, это следствие того, что мы принимали решение и делали вчера. Сегодняшний день каждого из нас это следствие вчерашних решений и вчерашних действий. А на базе чего человек делает свои решения и действия? На базе чего делает человек свои решения и действия? На базе мировоззрения. То есть у каждого человека есть набор правил, по которым он живет. И если человек живет по Торе, значит Гмалтыу воздает она ему добром и не злом Только добром и не злом Все дни жизни его имеется в виду коре Мэйхайе То есть в молодости, в среднем возрасте, в старости Человек, у которого правильное мировоззрение Который правильно относится к людям Который правильно относится к Богу Который молится, который благословляет Который верит, что у него впереди только добро Понятное дело, ему хорошо Самый счастливый человек, которого я знал Это был праведник Равыцкак Зильбер Зихреноциде Клевраха И вот Равыцкак Зильбер, он был всегда счастливый Что бы вокруг ни происходило Он сидел в ладере Он с 50-го по 53-й год Он уже был здесь при смерти Там 87 лет он умер И он все время был счастливый Не было момента, чтобы он был несчастлив Ему всегда было хорошо Он радовался Он смотрел вокруг себя Говорит, да вообще, какое счастье Хоромы, говорит У царя Давида таких хором не было Говорил он, глядя на свою маленькую трехкомнатную квартиру И это значит, что у него было мировоззрение Торы Которое ему воздавало все дни жизни добром и не злом Третий уровень понимания притчи Это, что здесь речь идет не о жене И не о мировоззрении А о работе интеллекта У каждого человека в голове есть такой компьютер Который обрабатывает информацию По-простому, как работает компьютер Вначале человеку в его интеллект загружают знания Это кошка, это собака Это человек, это женщина, это мужчина Это папа, это мама Это добро, это зло Что такое хорошо? Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо? Что такое плохо? Папа ему давай загружает Знаете, как сгрузить программу на телефон И папа ему сгружает программу в интеллект Дальше человек выстраивает вот этот свой интеллект У него набор здесь знаний, опыта Он помнит, тут стоит варенье Тут стоит огурцы соленые Тут холодильник, тут стиральная машинка То есть у человека формируется внутри Модель мира Все это в интеллекте Дальше у человека есть его намерение Его желание Хочу это У него интеллект, как компьютер Ему внутри выстроился путь, как получить желаемое И тут же такой шлагбаум Но это нельзя делать, запрещено Ты хочешь это делать, а нельзя И у человека внутри такой интеллект Скрипит, скрипит, скрипит Дальше Он, я хочу И у него куда-то идет в будущее Да, его вот это желание Ему интеллект начинает его пугать, пугать, пугать Как сейчас Я вчера разговаривал с одним другом Я просто с ним Вот каждый раз С начала всей этой эпидемии Уже год мы с ним разговариваем Я каждый раз, когда слушаю Как он воспринимает Сегодняшний день И завтрашний день Я поражаюсь У меня просто Он выбирает из всего потока информации Самые страшные пазлы И он эти пазлы соединяет Самым страшным образом И у него с самого начала Вот этой всей эпидемии Выходит, что все капец То есть не просто капец А завтра уже полный капец Уже год у него это происходит И его интеллект Ему выстраивает самую страшную систему Которую только можно И он пугается Теперь получается, что Если мы смотрим 12-й отрывок С точки зрения, что доблестная жена Это интеллект То интеллект, который воздает добро И не зло Все дни жизни человека Этот интеллект Обслуживает своего хозяина Идеальным образом Что получается Есть люди позитивные Вот у меня был Есть даже один приятель Я, правда, давно его не видел уже Он очень позитивный Он все Все, что с ним происходит Он рассматривает как Комедийный сериал То есть все, что он видит Ему смешно Ему весело Он умеет так соединить Факты Да, какие-то Ну вот, обрывки информации Что он все время хохочет Ухохатывается Он, жена его Трое детей его Интересно, что когда-то Когда-то он и работал у меня И учился у меня И так далее И когда-то он мне помогал Готовить книгу по Торе Как стать богатым И он из Талмуда Вытаскивал разные советы Как разбогатеть Он сейчас мультимиллионер Живет в Канаде У него вообще При том, что он учился Только в Ешиве У него нет никакого образования И он сумел Собрать вот эти вот Пазлы Информации Исторы Как разбогатеть Плюс позитивный взгляд на мир То есть его интеллект Ему и до этого Обеспечивал Очень веселую жизнь Плюс его любят люди Он очень умеет хорошо Веселых людей Любят люди Вместе это сложилось Что у него появились Компаньоны Партнеры И так далее Его взяли там вместе И у него сейчас Огромная компания Он совладелец Огромной компании В Канаде И продолжает смеяться И он мне звонит Смеется Говорит Ты знаешь Говорит Так хорошо Аж Говорит страшно Ааа Посоветую Что дальше делать Не знаю Говорит Новый этап в жизни Ты же уже старше Меня прошел С деньгами С семьей С этим Хорошо Значит мы разобрали Три объяснения Двенадцатого отрывка Первый отрывок Хорошая жена Она мужу воздает Только добром И не злом Доблестная жена То есть даже если он делал Что-то плохое раньше Она Доблестная жена Она не злопамятна Ему никогда не мстит И не напоминает О том что он когда-то Десять лет назад И сделал что-то плохое Если это Тора Тора по-любому воздает Человеку Только добром И не злом То есть Тора Она и есть добро И мировоззрение Правильное Мировоззрение Торы Оно не имеет Недостатка И тот кто живет По Торе У него в принципе В жизни все идеально То есть у него не может быть Если у него не идеально Если у него есть Какие-то страдания Значит он где-то ошибся Где-то живет не по Торе И Талмуд Прямо так и говорит В трактате Брахот Если к человеку Если к человеку Пришли страдания И фашвешбе Маасаб Он должен проверить Свои дела То есть если тебе Сегодня плохо Проверь что ты делал вчера Как ты ввел себя Проверил Говорит нам Тора И не И не нашел То есть вот человек говорит Ну блин ну что У меня сегодня Одни неприятности Ноги болят Голова болит Денег нет С работы уволили С друзьями поругался С женой скандалю Ну я прав Говорит человек Я прав Я проверил все свои дела Я идеал Я просто вообще красавчик И все козлы Один я Чемпион Д'Артаньян Да Тора говорит ему Значит мало учил Тора Если ты проверил Если тебе плохо И ты проверил дела И не нашел где ты Где ты ошибся Значит ты мало учил Торы Что это значит Значит твоя Система Координат По которой ты меряешь Свои дела Не работает То есть ты просто Живешь в каком-то Неправильном мире В котором поменены местами Добро и зло Правильно Неправильно Как надо делать Есть человек Который абсолютно Искренне может делать Какие-то совершенно Страшные для себя вещи Думая что он прав И все правильно По системе он живет Значит если это Жена Понятно Она не злопамятна Если это Мировоззрение Тора Тоже понятно Воздаёт Только добром И не злом То есть Тора Это совершенная Система Которую дал Всесильный Создатель Мироздания И в которой Нет недостатка И Третье Если это интеллект То хороший Правильный интеллект Он сосредоточен На добре На позитиве На надежде На вере Что все будет хорошо На добре На том что Картина мира Модель мира Она позитивная И человек который Если у него интеллект Работает правильно Он не будет себя пугать Он же не дебил Сегодня страдать От страхов Которые могут не произойти Еще Бернард Шоу Он говорил Я всю жизнь чего-то боялся И говорит 99% из того Что я боялся Не произошло А именно то Что происходило Так я даже об этом И не думал Что оно может произойти Понятно да То есть мы взяли Три уровня понимания Отрывка Воздаёт ему Добром и незлом Все дни жизни своей Это был 12 отрывок 31 главы Сегодня мы успели Только один отрывок Разобрать И приходите Завтра 13 отрывок Мы будем завтра изучать Какой должна быть Женщина Мировоззрение И интеллект Значит завтра Завтра встречаемся С Божьей помощью С 10 до 10 20 Кто хочет посмотреть Все предыдущие уроки То может зайти на сайт Ваикра.ком Посмотреть все уроки Которые были По книге Мишлей И до этого Мы изучали книгу Коэлит Экклезиаст И я вам желаю Хорошую жену Ну кому-то Хорошего мужа Хорошее мировоззрение Торы И интеллект Работающий интеллект Тот кто управляет Своим интеллектом Умеет фокусироваться Концентрироваться Замечать Интерпретировать Правильно Самое главное Для интеллекта Умение разделить Между интерпретациями И фактами И понять Что вот эти все Комментаторы Эксперты Эксперты Они вообще ничего не знают То есть если вы Их экспертиза Почитайте Почитайте посты И статьи Год назад Когда начало коронавируса Когда Масад Закупал машины Для вентиляции Легких Десятками тысяч Этих машин Все там Все уже считали Сотни тысяч Будут лежать Нормально Все проходит нормально Да не очень ситуация хорошая Не очень хорошая Но бывало и хуже Послушайте Бывало и хуже Намного хуже бывало Посмотрите 50 лет назад 70 лет назад 30 лет назад Было намного хуже Чем сейчас Поэтому все отлично Удачи Успехов До завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры